В республиканском фестивале современной коми-песни «Василей» примет участие конкурсант из Дании. Всего же в финал вошли 12 конкурсантов. Такое решение приняло жюри. Всего заявок было 43. Как видно, возвращаются те композиторы, которые какое-то время не участвовали в «Василее». Кроме того, много молодых подтолкнуло к этому появление молодежной номинации, введенной год назад. А еще для желающих попробовать силы осенью провели творческую лабораторию, где они смогли получить консультации от композитора Сергея Гусева и члена Союза писателей России Нины Обрезковой. По словам экспертов, все номера достаточно интересные. Отсеялись в первую очередь те, кто неправильно оформил пакет документов. Кроме того, судьи обратили внимание еще на одну ошибку авторов. Еще один момент, который бы хотелось отметить. Опять-таки же в адрес авторов музыки и слов идут немного по легкому пути. В том плане, что свои песни они представляют не для какого-то коллектива. А «Василей» изначально был задуман как гаш, как гулянье, как красотакоме души. Вот такая широта его, и авторы идут по легкому пути, предоставляют песню для одного солиста. Считая, что именно солист, профессиональный солист в полном объеме может представить его песню чисто, грамотно, интересно. Полный список победителей размещен на сайте Центра народного творчества и повышения квалификации. Сейчас специалистам предстоит определить, кто будет исполнять отобранные песни. В декабре начнутся репетиции, а 13 января уже по традиции в Усть-Куломе пройдет гала-концерт «Василея». Фестиваль современной коми-песни станет первым крупным событием, открывающим год юбилейных мероприятий, посвященных столетию коми.